Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 22 января вы смотрите обзор главных аграрных новостей. За счет зернового демпфера казна получила почти 71 миллиард рублей. Тариф Платона вырастет на 20 копеек и с перечня отходов производства могут исключить навоз. Эти и другие новости мы расскажем сегодня, но сначала напомним, что в ближайшую среду, 26 января, на базе кооператива «Маяк» в награде мы проводим круглый стол прибыльные бобовые. Будем говорить о нуте, чечевице, горохе, нюансах возделывания этих культур и перспективах экспорта. Если вам это интересно и расстояние позволяет приехать, пожалуйста, регистрируйтесь и не упускайте возможность попробовать уникальные вегетарианские котлеты, которые делают в кооперативе «Любови железной». А теперь к новостям. За время действия экспортных пошлин на зерно, то есть с июня по декабрь 2021 года, бюджет России получил свыше 70 миллиардов рублей. Такие данные представила Федеральная таможенная служба. Из этой суммы 10 миллиардов рублей были направлены аграриям в качестве компенсации затрат на выращивание зерна. Ставка получилась совсем небольшой, несравнимой с теми которые понесли хозяйство из-за снижения цен на пшеницу. Тем не менее, даже эти крохи достались единицам. В утешение растеневодам Минцельхоз отвечает, что это был лишь первый транш. Правда, никакой информации о втором транше пока нет. Пошлина продолжает действовать. С 19 января ставка сбора по пшеницы снизилась немного, до 97,5 долларов. Однако значительного влияния на рынок этот факт не окажет, потому что экспортные цены на пшеницу в Черноморском регионе тоже снижаются, следуя мировым котировкам. Так, по данным компании Refinity, в глубоководных портах цена предложения на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале составляет 330-335 долларов за тонну, что на 5 долларов ниже, чем на предыдущей неделе. Еще более низкие цены зафиксировал аналитический центр РусАгротранса. По его данным, цена спроса находится на уровне ближе к отметке 325 долларов за тонну, тогда как цена предложения выше 330 долларов. Глава центра Игорь Повенский объяснил, что на фоне снижения цен в других странах наблюдается высокая конкуренция с французской, восточноевропейской и аргентинской пшеницей. Динамику цен в рублях на базе ССПТ Новороссийск вы видите на графиках центра Агроэкспорт. Закупочные цены на пшеницу на малой воде, по данным РусАгротранса, находятся на уровне 15 600 рублей за тонну без НДС. В прошлом году, в этом время цена была 17 000 рублей. По данным Совэкона, на внутреннем рынке средняя цена на пшеницу третьего класса составляет 15 075 рублей за тонну с самовывозом для европейской части России. Поддержку внутреннему рынку оказывает спрос со стороны мукомолов и животноводов, которые пополняют запасы после новогодних каникул. Мы вас ни к чему не призываем, мы надеемся, что вы трезво воспринимаете любую информацию, но вот агентство Совэкон назвало январь хорошей возможностью для продажи части запасов пшеницы. Минсельхоз России решил отказаться от планов менять правила льготного кредитования для сельхозтоваропроизводителей. Документ объяснили в ведомстве, направлен на дополнительную проработку по итогам общественного обсуждения, которое проходило на сайте проектов федеральных актов. В прошлом выпуске мы рассказывали, что максимальную ставку льготного кредита Минсельхоз России хотел повысить с 5 до 7 процентов годовых, а размер субсидий, которая выплачивается банком, сократить до 70 процентов от ключевой ставки. Против этой инициативы выступили все ведущие отраслевые союзы и их позицию Минсельхоз принял к сведению. Так что в ближайшее время льготные кредиты дорожать не будут. Любопытную информацию на днях опубликовала Минэкономразвитие России. По его данным, в прошлом году в России инфляция составила 8,39 процента. Министр экономики Максим Решетников отметил, что сдержать инфляцию помогли экспортные пошлины на зерно и масло. Благодаря им инфляция замедлилась примерно на 0,6 процентного пункта. То есть без пошлины инфляция была бы за 9 процентов, как выразился министр. В то же время Максим Решетников на Гайдаровском форуме заметил, что рост цен носит долговременный характер и надо постепенно уходить от ограничений по экспорту и принимать системные меры. Например, компенсировать потребителям удорожание тех или иных товаров. Причем он говорил не только о продовольственной помощи малоимущим, но и о компенсации затрат тем, кто покупает, например, минеральные удобрения. Будем надеяться, что переход от этих слов к делу будет коротким. Тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» с 1 февраля нынешнего года будет проиндексирован на 20 копеек и составит 2 рубля 54 копейки за один километр, сообщила пресс-служба «Росавтодора». Сегодня в системе «Платон» зарегистрировано почти 700 тысяч грузоперевозчиков и более полутора миллионов большегрузов. Четверть из них принадлежит иностранным логистическим компаниям. За весь период работы «Платона» Федеральный дорожный фонд поступило более 159 миллиардов рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных автодорог. Помимо увеличения тарифа грузоперевозчиков в ближайшее время ждет еще один сюрприз. Генпрокуратура проверит пункты автоматического весогабаритного контроля. Этого несколько месяцев добивалась Ассоциация груза «Автотранс». Дело в том, что оборудование на некоторых пунктах весового контроля на территории Челябинской, Ростовской, Тульской, Самарской областей, а также в Краснодарском крае, по информации груза «Автотранса» работало некорректно. Это стало причиной непомерных штрафов, которые были наложены на перевозчиков. Груз «Автотранс» требует, чтобы все пункты весового контроля, где нарушались инструкции эксплуатации весов, были закрыты до исправления ситуации. Российские сенаторы решили восстановить добрую репутацию навоза и предложили Госдуме исключить его из перечня опасных отходов производства. Экскременты животных с подстилкой или без нее новый законопроект предлагает расценивать как продукты жизнедеятельности сельскохозяйственных животных. Это значит, что Росприроднадзор больше не сможет прийти на ферму и потребовать, чтобы хозяйство оформило паспорт отходов, получило лицензию на обращение с этими отходами и внесло в государственную казну плату за негативное воздействие на окружающую среду. Впрочем, обязанности оформлять лицензию у хозяйств не было и раньше. Еще в 2016 году Минсельхоз и Минприроды дали официальное разъяснение. Если ферма использует навоз для получения органического удобрения и размещает его на своих полях, а не торгует навозом, лицензия не требуется. Однако по факту Росприроднадзор игнорировал эти доводы. Суды, в которых животноводы пытались отбиться от нападок надзирателей, выносили, пишут авторы законопроекта, противоречивые судебные акты. По информации отраслевых союзов, только за последние два года Росприроднадзор возбудил около полутора тысяч административных дел, где сельхозпроизводители обвинялись в несоблюдении закона при обращении с отходами производства. Если законопроект будет принят Госдумой, то с 1 сентября текущего года с этой практикой будет покончено. Последняя новость сегодня тоже про органику, но другую – съедобную. В России растет количество сельхозпроизводителей, которые были признаны производителями органической продукции. То есть, таких товаров, при изготовлении которых не использовались ни пестициды, ни минеральные удобрения. Закон об органической продукции в России начал действовать с 1 января 2020 года. С тех пор хозяйства могут получить официальный документ, подтверждающий соответствие национальным стандартам. В прошлом году список сертифицированных производителей органики пополнился на 77 предприятий. И теперь в этом списке уже 140 хозяйств. Кстати, одно из них находится в Ростовской области. Это биохутор Петровский из Неклиновского района. Его глава Алексей Щепетев как раз будет выступать на нашем круглом столе 26 января. Это еще один повод приехать. На этом наш выпуск завершен. Желаем всем интересной недели, а команда Агробук постарается этому содействовать.